друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал амаркет в котором на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента ну что же за время моего отсутствия на самом деле на финансовых рынках произошло очень многое мы сделали наши долгосрочные цели по евро по фунту по индексу доллара и я надеюсь то что вы смогли заработать вместе со мной если вы не прислушались к прежним рекомендациям то виноваты друзья только вы я много раз уже подсвечивал возможности на мой взгляд крайне очевидного снижения главного валютного риска крайне очевидной слабости британского инструмента и наличие колоссального потенциала для роста индекс американской валюты я предлагаю сегодня вернуться к этим сделкам посмотреть что произошло вкратце конечно же их попробовать прогнозировать дальнейшие движения но сперва к экономическому календарю сегодня друзья еще несколько важных релизов по европейской экономики и соответственно значимых для евро в 730 по gmt выйдут индекс активности стран европейского союза если вы еще сомневаетесь то что в европе все плохо то эти данные должны собственно развеять все эти сомнения еще раз подсветить вам почему же так активно продают евро почему все уже ставят на закат на длительный период времени европейской экономики я конечно же говорю про рецессию который может наступить концу этого года и собственно через час после этого в 830 по gmt выйдут данные по индексам производственной активности сферы услуг только уже английской экономики здесь расклад такой же если дополнительно хотите понять почему фунт тоже в числе основных аутсайдер рынка форекс то эти данные как раз вам смогут помочь ответить на этот вопрос давайте начнем с доллара индекс американской валюты 108 86 протестировали ранее сопротивление 109 пунктов причем а цели изначально мы ставили где-то на отметку 108 эти цели выполнены и рост доллара он как раз стал наследствием того что участники рынка вновь стали готовиться к тому что американский регулятор на сентябрьского наседания может повысить ставку на 75 базисных пунктов в принципе анализирую ситуацию с долларом если мы видим что индекс американской валюты растет значит это точная история о том что трейдеры нашли в чем-то больше оснований быть уверенными а в том что американский регулятор не свернет с пути активного ужесточения монетарной политики если доллар растет значит параллельно повысилась вероятность того что федрезерва может увеличить ставку сразу в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов и это действительно так друзья когда с конца прошлой неделе мы собственно с протоколов начали наблюдать за ростом индекс американской валюты вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов выросла с 32 по моему процентов до текущих 55 я почти уверен что к сентябрю мы подойдем с вами с значением в районе 70 процентной вероятности что позволит нам активно спекулировать на идее а что если американские регуляторы все-таки отважиться на повышение ставки сразу на 75 базисных пунктов топливом для роста индекса американской валюты выступают комментарии представитель американского регулятора главы сан-франциско мэри деле которая отметила что до фрс одержал маленькую победу в небольшой стачке с инфляцией но еще не одержал победы в войне с индексом потребительских цен потому что основное значение инфляции может быть и замерилось но базовая инфляция остается на крайне высоких многолетних максимумах и это уже конечно же серьезный на фактор который заставляет те кто покупает доллар верить в то что пока ситуация не изменится длинные позиции будут оставаться приоритете помимо мэри деле глава сент-люиса джеймс буллард также придерживается такой позиции что фрс еще рано говорить гоп пока не перепрыгнули и ставка нужно и дальше повышать таким же высокими темпами собственно и дейли и буллард за то чтобы в сентябре ставку повысили на 75 байс на пунктов они будут за это голосовать также у нас были комментарии главы менять миниаполиса ларета мейстер еще до этого мы анализировали комментарии эванса и все они за то что ужесточать политику ну просто необходимо протоколы друзья последнего заседания американского регулятора на прошлой неделе подсветили нам что единственное что может заставить американский регулятор отказаться от такой агрессивной ставки на повышение на ужесточение монетарной политики это снижение базовой инфляции но мы помним что базовый индекс потребительских цен остается на наклеить максимум 5 9 процента и он судя по всему не собирается снижаться если мы сейчас посмотрим на то что происходит с инфляцией других странах мира например еврозоне в англии становится очевидно почему участники рынка и я в их числе абсолютно уверены в том что американский регулятор еще ему предстоит пройти долгий путь чтобы через какое-то время можно было бы констатировать одержанную победу надо беспрецедентным ростом индекса потребительских цен свидетелями которого друзья мы с вами сейчас и являемся по сути индекс потребительских цен и его значения во многих странах на максимумах за 40 50 лет я признаться никогда не думал что мне удастся наблюдать за такой ситуации за такими показателями их потребительских цен в развитых странах по поводу ожиданий очень многое будет зависеть от выступления паула в эту пятницу в джексон холли на симпозиуме центральных банкиров скажем так и обычно по опыту уже прошлых конференции в джексон холли мы точно можем сказать что как правило на них произносится речи имеющие очень большое значение для всех финансовых рынков и если пау хотя бы просигнализирует опять же хотя бы подсветит возможности более активного повышения процентной ставки поверьте мы уже концу этой недели будем наблюдать за индексом долларов выше 110 пунктов я рекомендую по прежнему ориентироваться на ключевую процентную ставку федрезерва концу этого года в районе 375 4 процентов и соответственно покупать индекс американской валюты евро аутсайдер 0 99 39 пока индекс доллара на максимум более чем за 20 лет европейская валюта на минимум более чем за 20 лет и главный риск который уже практически не риск а реальность это потенциальное прекращение поставок газа из россии как вы наверняка знаете газпром несколько дней назад сообщил о том что в конце этого месяца на техническую работу будет отправлена единственная работающая последняя турбина сименс которая осуществляет прокачку газа в страны европейского союза заявленный срок технических работ несколько дней то есть уже в начале сентября все будет нормально но отношения которые непростые и в принципе прошлые технические работы как из них выходил газпром позволяет предположить что эти работы могут затянулся друзья и могут затянуться даже до конца этого года то есть фактически газпром ранее объявил о том что ну если читать между строк есть риск того что поставки не забавно не возобновятся в столь важный осенний зимний сезон для стран европейского союза поэтому цены на газ на космических уровнях инфляция точно превысит 10 процентов сейчас все как раз и опасаются что ситуация с индексом потребительских цен в странах с может быть точно такой же как в англии рост инфляции до двухзначных уровней будет свидетельствовать более скором сползание экономики с в рецессию поэтому друзья не питайте каких-то ложных иллюзий евро сейчас не на чем расти евро останется у сайдером и будет тяготеть все-таки более низким ценам значения но мы прокатились на вот этом нисходящем ралли очень неплохо и если вы еще не фиксировали короткие позиции я рекомендую процентов на 50 на 70 уже закрываться потому что на волатильности в ближайшие дни может быть период какого-то восстановления консолидации которые снова будет заставлять вас нервничать если вы не закроете на более низких уровнях если опять же вы понимаете что к чему и согласны с тем что фундаментальный фон пока за короткие позиции тогда держите фон против доллара 1768 здесь тоже сделана цель которая была у нас сначала на отметке 1 20 но существенно ниже мы уже просели инфляция в англии превысила 10 процентов это произошло впервые с 1986 года участники рынка прогнозируют что индекс потребительских цен в англии в начале 2023 года может быть в районе 18 или даже 19 процентов это прогноз сити я с ним абсолютно согласен учитывая как быстро растут цены и тарифы на электроэнергию которые крайне чувствительны для британского населения здесь тоже львиную часть позиции рекомендую уже закрыть поскольку не было длительный период времени коррекции остаточную позицию держим дальше с целями 1 15 рынок нефти пока без сделок ждем заседания опек который состоится 5 сентября думаю что там будет уже яснее и еще рекомендую пару доллар йен рассмотреть в качестве ланговой сделки с целями 140 потому что здесь опять же контраст монетарных политик которые во всей красе а учитывая что американский регулятор готов продолжить активное повышение процентной ставки а банк японии все еще нет друзья на этом собственно все большое спасибо за ваше внимание и хорошей торговой сессии всем пока